Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Михаил Русаков и я рад вас приветствовать в своем курсе программирования на JavaScript с 0 до гуру 2.0. В данном уроке я хотел бы рассказать вам, как наиболее эффективно проходить данный курс. Но вначале важный момент. Дело в том, что начиная с вот этого вот урока, с работы с HTML-документом, вам в обязательном порядке потребуется знание по HTML, ну и на самом деле уже из CSS. Поэтому, если вдруг вы не знаете HTML и CSS, причем знание на самом деле требуется исключительно на базовом уровне, то есть не нужно там уметь верстать сложные сайты. Если уметь, это прекрасно, но если нет, ничего страшного. Но при этом нужно знать, что такое селекторы, как задавать стили, какие есть HTML-теги, то есть как вообще идет иерархия этого HTML-дерева и так далее. То есть все эти моменты нужно знать. То есть самые-таки базовые вещи. Если вы их знаете, прекрасно. Если не знаете, тогда вам помогут эти вот два бонуса. HTML для начинающих и CSS для начинающих. И как раз содержится все, что вам нужно. И даже на самом деле гораздо больше. Но тем не менее, рекомендую посмотреть все. Это будет очень полезная информация. Но и только для тех, кто именно не знает HTML и CSS. Если вы знаете, можете не смотреть. Вот если не знаете, то тогда можете либо прямо с них и начинать. Да, собственно, HTML, потом CSS, а потом уже курс по JavaScript. Но если прям не терпится именно JavaScript, тогда можете дойти до пятого раздела. Да, и, соответственно, вот перед пятого раздела посмотреть эти два бонуса. То есть можно так. То есть как вам удобней. Как это первый момент. Второй момент стоит в том, как вообще проходить уроки. Значит, у большинства уроков практически там у всех имеются упражнения. Соответственно, когда вы посмотрели какой-то урок, я во время урока рекомендую как бы ничего там не повторять, ничего не надо там переписывать. В принципе, я считаю, что это, ну, это может быть полезно, но так. Я рекомендую делать так. То есть посмотрели полностью весь урок, внимательно постарались, по крайней мере, внимательно посмотреть. После этого выполняете упражнения. Ну, давайте какое-нибудь там, не знаю, вот это. Вот. Если, соответственно, вы, не подглядывая в исходники, не подглядывая в урок, полностью вот это задание выполнили, значит, все в порядке, можете двигаться к следующему уроку. Если где-то что-то вы вот забыли, то есть вы не помните, а какие там были скобки, не то круглые, не то квадратные, не то фигурные, то как-то вот вы это не помните, не можете сделать задание, тогда я рекомендую вам посмотреть урок еще раз. То есть фактически вы посмотрите урок дважды. Да, быть может, что скучновато смотреть одно и то же два раза, но поверьте мне, это как бы очень-очень сильно улучшает эффект от обучения, потому что, когда вы смотрите первый раз, вы смотрите на какие-то глобальные, такие базовые вещи, да, то есть им такую картину в целом, да, то есть видите какие-то большие блоки, вот тут вот так, вот так, вот так, а какие-то мелкие детали можете вы не подмечать. То есть какую-то мелочь, которую вы просто-напросто во время просмотра не заметили, не обратили внимания, посчитали, что она какая-то неважная, то есть как-то ваш мозг ее пропустил. Соответственно, из этих мелочей потом вы не можете выполнить упражнение. То есть я сказал как пример, да, то есть какие-то там скобки были, круглые или фигурные, черт его знает, как-то тут ваш мозг на это внимание не обратил. Вот если у вас такие затыки возникают, посмотрите урок еще раз, и тогда вот уже при повторном просмотре у вас там реальная эффективность, усваиваемость материала в несколько раз вырастет, то есть это совершенно точно. То есть прямо вы детали будете уже подмечать. То есть все глобальные вещи вы уже знаете, но вот именно по деталям вы пройдетесь дополнительно и также их усвоите. Это очень хороший результат. Потом опять же пытайтесь выполнить упражнение. Если выполнили, замечательно, двигайтесь дальше. Если не выполнили, если вдруг у вас вообще никак не получается выполнить, тут достаточно сложные задания, их не так много сложных, но они встречаются. Где, короче, нужно именно подумать над алгоритмом. Тогда, соответственно, идете в раздел решения упражнений из курса. И здесь открываете соответствующий урок, где я все полностью решаю. Обратите внимание, что урок называется так же, как называется раздел. Соответственно, вот, например, в уроке основы программирования на JavaScript решаются абсолютно все задания в разделе основы программирования на JavaScript. То же самое со всеми остальными. Также, соответственно, можно еще сделать следующее. То есть тут имеется ссылка на решение. То есть скачиваете, это обычный архив, и открываете. И там все решения, всех заданий будут иметься просто в текстовом виде. То есть кому как удобнее. Можете в видео посмотреть, как я это решаю и комментирую. А можете, соответственно, пользоваться этим. То есть как удобнее. Также такой момент важный по поводу исходников. Я исходники прикладываю, но я считаю, что упражнения надо уметь решать без подглядывания в исходники. Исходники вам нужны для того, чтобы, например, какие-то у вас вопросы возникли. А что будет, если бы сделать вот так вот? Да, я, например, это в уроке не сделал. А вы, например, хотите сказать, что будет, если, например, тут написать вот так вот? И вы тогда открываете исходник, делаете то, что хотите, и смотрите результат. Это для того, чтобы каких-то исследований Именно А вот именно, чтобы подглядывать Допустим, вы забыли ставить точку запятой Или не ставить точку запятую Вот это вот, считаю, уже читерство Так делать не стоит То есть такие вещи, как Где какие скобки посадки, точку запятой Где пробел, где что Это все нужно помнить, просто у себя в голове держать Чтобы, ну это просто реально Это базовые вещи, нечего там их подглядывать Нужно помнить А если вы будете подглядывать, то вы это никогда не запомните В принципе, на этом все Дорогие друзья, услышимся уже в следующем уроке А пока спасибо за внимание И до скорого